Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них появился у Запада новая фишка появилась. Опять новичок, опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. И мы перехватили разговор. Варшава разговаривает с Берлином, два абонента на связи. Перехватили наша радиоэлектронная разведка военная, поскольку там развернуты части. И мы, конечно же, ведем ее в радиосфере противоборства с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам прочитать его, мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, «чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси». И вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-изуитски поступают эти люди. Поэтому, я думаю, Бортникову надо будет серьезно с Нарышкиным разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Полностью все материалы, сегодня, завтра у ваших спецслужб, для того, чтобы они разобрались, кому это надо. И главное, одна тоже цитата, тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России. То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль, вот их лицо, вот истина, в которой они нас постоянно упрекают и требуют от нас какой-то истины. Здесь и о Беларуси разговор есть, я вам оставлю этот разговор, вы прочитаете его. То есть спокойной жизни они нам не гарантируют, спокойной жизни нам не будет. В этом я убежден, но вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свои суверенитеты и независимости, и мы не позволим здесь нас наклонять. Мы видим, откуда уже ноги растут, и не просто ноги. Мы видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье, но правда всегда побеждала. И, наверное, Господь все-таки на нашей стороне.